По отцовской линии расскажу и по матерейской линии, бабушки Наташи и деда Косина. Значит, скажешь, когда можно будет говорить? Да можно уже. Дядя Федя, значит так, сегодня у нас какое число? А, сегодня 7-е, 7-е, 7-е травня 2008-го року. Я приехал к вам, сегодня футбол, финал, шахтер. Да, будем смотреть. Будем смотреть в 7 часов вечера, будем смотреть в 5-е, обязательно. Я любитель, я раньше ходил все время на футбол. Так вот самое интересное, вы понимаете, ведь у каждого человека, каждый должен, я не знаю, пока молодой, оно еще как-то не так. А когда уже более в таком возрасте, хочется узнать, ну просто, знаете, не просто хочется, а до такой степени хочется узнать. Ну да, ну уже, откуда взялись твои корни, откуда ты, кто ты, кто ты, кто ты, что ты, и что ты такое вообще. Да, да, да. Так что, можно сказать, да? Значит, я начну с дедцовской ении, деда Косяна. Вот. Значит так. Я помню еще своего прадеда. Его звали Апатий. А уже жену его я не помню. Так. А его Апатий звали. Он такой высокий, стройный был, ходил с такой шапкой, как вот Чапаева носил, черная шапка, черное пальто на нем. Вот. Ну и он вот до нашего деда Дмитра приходил. Даже я не помню, где он жил. Ну вот он деду метро приходил, а мы ж тут рядом жили, так? И вот то я его видел. Вот это я знаю своего прадеда по отцовской линии. Дальше идет мой дед и бабка. Деда звали Дмитро Апатийович, а его жену Мария. Отчество даже не помню. Вот. У них было семеро детей. Четыре дочки и три сына. Дочки, значит так. Одака, Палашка, Тетяна и Оля. Это по отцовской линии. И три сына. Нестор самый старший. Косян средний. И самый младший, он примерно ровесник деду Сашку. Алексей. Вот это по отцовской линии. Так. Дальше. Ну и все. А дальше, значит, это по отцовской линии. Дальше идет отец. У нашего отца тоже было семеро детей. Понимаешь? Твоя мама, она же не первая, а вторая. До нее еще была Оксана. Но она рано умерла. Примерно семнадцатого года. Вот. И последняя, Люба, умерла тоже. А осталось это самое Пятеро. Три дочки. Галина, Дуся и Шорок. Самые старшие. А сыновья как-то у Косяна младший. Вот это я был. И дядя Вася. Вот это по отцовской линии. Уже дошли до меня, до дяди Васи. Вот. Ну и ты же знаешь и чочу Шуру, и тучу. Теперь по материнской линии. Тут я про деда и про бабушек не знаю. Я знаю, что дед Кирилла, а бабуся Пестына. Причем Пестына, она была круглоскорота. И им подбросили на крыльцо ее маленькой. Ну а тогда считалось, что как подбросили, это как Божий дар. Понимаешь? Они взяли ее, выкормили, выходили. А она оказалась такой способной, такой мотовитой, такой разборчивой. Понимаешь? Что там, ну, даже всех остальных уже родных детей, так она на голову выше их была. Поэтому ее очень любили. И старший сын, брат Кирилла, женився на панянце. Ну, паночке. Понимаешь? Привели ее домой. Вона тесто делать не может. Хлеб пекти не знаю как. Борщ варить не умеет. На поле снопил я, так сказать, вообще. И вот это так, как чуть-чуть шло, она текает туда, к своим панам. Понимаешь? Вот. Они мучились с ней, ну, а тогда же разводиться не так просто, как сейчас. Так не так, жопа в жопу и разошлись. А тогда же это же развенчание было, раз поплых, это самое, благословил. Уже разводиться так, как хочешь, нельзя было. И так, а то они с ней мучились. И когда подошел, подрос уже Кирилла, он же младший был, и тоже пора ему было жениться. Ему батюшка, я не знаю, как зовут, потому что я тут уже прадедов не знаю, каже, а то Кирилла смотри, ты смотри, как твой старший брат. Взял, и мучился, до сих пор на нее мучился, и она ни черта работать не умеет. Поэтому не бери вот таких вот, недоцюг. А то они там козыряют, что они читать умеют, они писать умеют, а больше они ни черта делать не могут. Вот. Это записывается все, да? Ну, как же. А в селе, чтобы прожить, надо же с тобой выйти. И думаю, Кирилла тоже, кого ж тогда мне выбирать. И дит Кириллу, и баба Пестина. Ага. Ага. Это ж батько дитя Кирилла, так казалось. Ага. Вот. И Кириллу, и Пестина, ему... Кирилла... А воно жили журналисты. Да. Патько Кирилла каже, то он бери песнину. Вона ж не родственница, она кровь не смешивается. Не кровь, да. Ты смотри, яка вона умная, яка вона бадьора, яка вона работящая. У неї все в руках прямо горит. Ты с нею не будешь горя знати. И Кириллу то родился на пистыне, которая им была подброшена. Женой. Ну и считалось, ну не поймешь, как она считалась. То ли служанка, то ли домработница. Ну вообще жила в их доме. И она уже готовила себе это самое, приданное там, ткала, пряла. У него уже полный сундук был, понимаешь? Все она приготовила. И вот таким образом Кириллу женився на своей служанке, короче, получается, которая подбросила. У них тоже было семеро детей, так же, как и у батьковских родителей. И тоже четыре девки и три хлопца. Девка, это самая старшая, Степанида. За Степанидою Валяна, вот этого, межевого, Бодака. Он не Бодак, а Бодак. Бодак. Вот. Дальше. Третий Гаврила был, погиб в гражданскую войну. Четвертый была Наталка. Пятый Баба Ганна. И самый последний, Сашко. Четыре, так, и Гаврила. Кто же еще из мужчин? А, Юхим. Юхим, он второй. После, как говорила Баба Пустина, Пит Степанида Ювенбона. Детей считали так. Перша, это самое, Степанида. Юхим пид Степанидаю. Пид Степанидаю, это, с вами. Пид Юхимом. Юхим, а там Аляна, и так далее, и так далее. И до дядька Сашка. Вот. Вот такая наша родословная. Понял? Вот. Ну, когда мата выходила замуж, к ней сразу приехало два жениха. Хвататься. Косян и второй его фамилии, Мормуль, и второй фамилии его Кочерга. И вот то Баба Наталка решила вручник отдать Косяну. Вот. А тому горбуз. Вот таким образом. Ну, а дальше, ты уже знаешь, у Косяна и у бабушки Наташи тоже семеро детей было. Одна, самая первая, умерла. И последняя, а последняя как раз в голодовку умерла. Вот эта, в голодовку умерла. Опять осталось... А сейчас... В голодовку, вот это, в 32-м... 32-й, 33-й год, да. А что, голод был сильный? Ой-ой-ой-ой, я тебе как начну. Значит, смотри, что было. Были в деревне созданы, так называемые, комбеды. Комитеты бедноты. Но там большинство таких... Вот, пьяницы, едащи... Поэтому они себя считали бедными, безлошадными. Понял? И они... Вот богачи, мироеды, их... У них нужно забрать все... И поделить. Колхоз организовать нужно, и так далее. И начали ездить. В 32-м году была большущая засуха. Засуха была в 32-м роце. А она... Результаты ее сказались на 33-й веке. Вот. Собрали очень мало. Так что госпоста... Тогда уже перешли от продразвертки ленинской до продналогов. Вот. Ну, люди даже... Урожая не хватало, чтобы с налогами рассчитаться. Вот. И вот эти комбеды начали ходить по дворам и насильно отбирать. Как... Заметились там, за кроме или в мешке сезно. Забежали тут, это самое... Подвода тут у них. И ресурсных складывают на подводу. Вот. Народ был недоволен. И встречали их кольями, вилами, прогонялись в дому. Были введены войска. И вот эта тройка комбедов начала ходить по домам с красноармейцем. Понял? Вон эта винтовка со штыком, как положено. И вот я расскажу, как у нас было. Значит, ничего мы не знаем, ничего. Что? Вдруг, значит, у двора занятают... Три этих... Доконарцы их называли, так? И красноармейец. Заходят. Она рассказывает, где у тебя зерно, где что у тебя. Вот. А он в коридоре стоял мешок зерна пшеницы. У вас там? Батюка приготовил на меню. Ну, все это... Пятеро детей, так? И не, еще Люба не умер. Шестеро детей, так? И их двое. Восьмеро столб. Чем-то же кормить нужно. И вот он приготовил мешок зерна отвезти на менницу. А жили вы во Владимировке, да? У Владимировки? Мы в Миколаевске жили. Да, подъезжу в Миколаевске. В общем, железная дорога раздевяла. С правой стороны, когда мы живы, на Демуре не идешь, там Владимировка. А там я родился. А потом, я даже не знаю, почему мы в Миколаевку переехали. Вот это было у Миколаевцы. Они ходили по квартирам. А-а-а, а вот мешок стоит. Забирай его. Выноси на подводу это самое. А отец говорит, да вы что, с ума сучни. А как я буду это самое, 8 в том. Чем я их буду кормить? Вы что, смеетесь. Да знаешь, пошел ты туда-сюда. И отец разозлился, виллы хватает. Не подходи. Заколю. Понял? А красноармеец сразу говорит, бросай виллы, стрелять буду. Ну, я же тогда 8 лет не было. Что там, знаешь, что-то классы и так далее. А матая, вот эта же бабушка Наташа, кричит. Косян, да они же убьют тебя, подбегают его. И вот так обхватила, как бы, ты кричит его. А сестры старшие, твоя мама, Дуся и Шура, так, тоже, по примеру, матери, облепили его со всех сторон. Что там, если он будет стрелять, так он, в первую очередь, не отца убьет, вот так вот, вот этих, которые его подставили в себя. А мы же с дядей Васей младше, мне 8 лет, а дяде Васе 6 лет. Подбежали, ну что-то, я схватил отца за правую ногу, а Вася за нею. И, в общем, облепили его так, что красноармеец нельзя стрелять, потому что он поубивает всех, а отец останется нетронутым. Вот, но они воспользовались тем моментом, что мешок отца окружили, так, все, выхватили у него гилы, и тот, значит, старший, кричит, «Бери мешок, неси за ворота!» Вот, тебя мешок взяли и несут. Открыли ворота, я смотрю, а там за воротами подвода стоит, и они, вот, мешок кинули на подводу, там уже в кого-то отобрали, а там пока полную подводу не наберут, потом езжут на станцию. Вот. И положили этот мешок, и начали шастать по двору. Там, в сарай, в кладовку, нет ли где, ничего, шарили, шарили, я не знаю, уже начали они, потому что это самое, нас отец сказал, а ну марш, это самое, это не ваше дело, и комнату нас загнал, вот, а там, значит, они шурували. И потом, когда они уже уходили, я так, отцу кулаком говорю, ничего, мы тебе эти вилы еще припомним, понял, вот эти вот комбедовцы.